Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию великого шахматного стратега, гениального Акибы Рубинштейна. Данная партия была им сыграна в Карлсбаде в 1907 году против Рихарда Тейхмана. Акиба играл белыми и пошел вперед ферзевой пешкой. Черный отвечает симметрично, на доске после начальных ходов возникает отказанный ферзевый гамбит. Белый связывает вражеского коня, черный защищается от связки и готовит рокировку. Следует развитие фигуры по направлению в центр, также ход конь d7, открытие дороги для развития белопольного слона. Ну и черный спрятали короля в безопасное место, а Рубинштейн пошел в ферзь c2. Это было излюбленное продолжение Акибы против ферзевых построений. Белые берут под контроль центральное поле e4 и пока что не спешат с развитием белопольного слона. Поскольку у черных есть возможность наварить темпы взятием на поле c4 с нападением на слона, расположенного на поле d3. И черный здесь отвечает продолжением b6. Так называемая ферзевая фианкета. Старинная система, которая в данное время вышла из употребления как раз благодаря партиям Акибы Рубинштейна. Сейчас сильнее играть h6, нападая на слона. Ну и после отступления слона черные могут воспользоваться тем обстоятельством, что белый король еще не рокировал и попытаться вскрыть центр. После хода в партии b6 белый меняется на поле d5. И здесь очень важный момент, что черные не могут брать конем для того, чтобы оставить диагональ слону открытой. Так вот, черные не могут брать конем, так как у белых есть взятие на поле d5 с нападением на пешку c7. Приходится теперь коня на d5 забирать. Ну и тогда белый меняется на поле e7, отвлекая ферзя от защиты пешки c7. Черные несут материальные потери и позиция их становится практически проигранной. Ввиду этого, после взятия на поле d5, черным приходится брать пешкой, что затупит положение слона на поле b7, который будет упираться в собственную пешку. Белый заканчивает развитие легких фигур, черный делает то же самое и Акиба смело рокирует в длинную сторону. Положение с разносторонними рокировками ознаменует собой атаку непосредственно на королевскую резиденцию противника. Белый атакует на королевском фланге, а черные должны штурмовать фланг ферзевый. Ввиду этого Тейхман сыграл c5. Рубинштейн отвечает ходом a4, часто эта пешка поддерживает атаку белых, связанную с прыжком коня на поле g5 после предварительного размена на поле f6. Очень важно, чтобы фигура на g5 у белых была защищена для различных комбинаций. Тейхман отвечает ладья c8, создавая рентген против ферзя и короля белых. Рубинштейн уводит короля в сторону, полезная профилактика и далее был сделан ход ладья e8. В этой позиции сильнейшим продолжением будет размен на поле f6 с последующим нападением на ладью. Ну и после отступления ладьи белые штурмуют королевский фланг. Но вот Рубинштейн принимает довольно рискованное решение. Он меняется на поле c5, намекая на то, что у белых есть не только атака на королевском фланге, но и возможность вести позиционную борьбу против изолированной пешки, если черные берут на c5 фигурой, либо против висячих пешек противника в случае взятия на поле c5 пешкой. Именно на эту позицию и нужно было пойти Рихарду Тейхману, поскольку вскрывается линия b, и у черных есть определенные предпосылки для атаки на белого короля. Позиция становится обоюдоострой. Ну а продолжение ладья c5 в партии явно хуже, поскольку атака черных захлебывается на ферзевом фланге. Белые блокируют изолированную пешку, как писал Арон Немцович. Изолятор это преступник, который должен сидеть в тюрьме. Ну и дальше белые могут освободиться от связки вражеской ладьи и постепенно переключиться на игру против изолированной пешки. Но в этот момент черный играет конь e4, пытаясь разгрузить позицию. Белый меняет слона на поле e4 и играет конь b5, скрывая линию d, связывая вражеского коня и угрожая прыгнуть собственным конем на поле d6, нападая и на ладью, и на слона. Черным нужно как-то от этого защищаться. Тейхман сыграл слон a6. В случае хода конь d6 у черных появляется возможность заблокировать линию d, ну и соответственно заставить белых пожертвовать качество на поле d3. Поэтому Рубинштейн играет здесь ферзь a4, нападает на слона. Происходит размен на поле b5, затем размен легких фигур на g5. Ну и в этой позиции, если бы черные забрали на g5 ферзем, тогда белые могут напасть на ладью. И после отступления ладьи сыграть ферзь a7, используя слабость в восьмой горизонтали. Белый получает серьезную инициативу. Но вот Рихард отказывается от взятия на поле g5 в пользу хода ладья a7. Он дополнительно защищает коня на поле d7. Теперь белые играют ладья d4, хотят сдвоиться по линии d и использовать связку против вражеского ферзя. Черные уводят ферзя, защищают дополнительно пешку на поле a7. Белый нападает на черную ладью. И если теперь черный забирает на g5, тогда у белых инициатива. Они захватывают две открытые линии, угрожают вторжение в обжорный ряд. Ну и в принципе черным очень тяжело держать такую позицию. Тейхман отступил ладьей на поле c8 в партии. И Рубинштейн закаспаривает своего коня на поле d6. В этой ситуации необходимо было пойти ладья d8, дополнительно защищая коня. Хотя и здесь у белых атака. Нужно было найти красивый тычок g6, скрывая линию h к своей выгоде. Ну и в случае взятия на поле g6, белый неожиданно переключается к атаке на королевском фланге. Идея пойти ладья h2, ферзя h1 и использовать открытую линию h. Черным довольно сложно защищаться от всех угроз белых. Но видимо не выдержав напряжения борьбы, Тейхман допускает грубейшую ошибку. Он играет b5 и пропускает комбинационный удар конь c8, оставляя ферзя под боем. Но если этого ферзя взять, тогда белый пробивает на поле e7 шахом. И на отступление короля получает большой материальный перевес в виде лишней фигуры. Но либо если на ход конь c8 черный забирает ферзем на c8, тогда будет ход ферзь a7. У белых лишнее качество, доминация фигур, они могут захватить открытую линию и говорить здесь также не о чем. Поэтому уже на 23 ходу, после продолжения конь c8 со стороны Акибы Рубинштейна, Рихард Тейхман признал себя побежденным. Но и в наше время данная система ферзевого фианкета практически вышла из употребления. Так как у белых есть возможность сделать длинную рокировку и перейти к прямой атаке на королевском фланге. Что мы собственно в этой партии и наблюдали в некоторых вариантах. Если вам данная партия понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до скорых встреч!